Добрый день! Мы заехали в новый отель, уже в Москве. Тапочки тут надели. Вот, сейчас вам покажу обзор этого номера. Начнем, как обычно, туалет-ванна. Коврик. Мыльно-рыльные принадлежности нам выдали, покажу попозже. Тут мыло, фен есть, что очень даже хорошо. Полотенца нам тоже принесли, тут шампунь. Ну, в принципе, у нас все с собой есть. Туалет-ванна, как вы видите, все стандартно, все чистенько, все хорошо. Так, дальше смотрим у нас. Значит, шкаф. Что там у нас в нем? Какие-то одеяла. Воняет сыростью, кстати. Вот единственный минус, заходишь, вообще воняют, но тут есть большое окно, поэтому мы сейчас все проветрим. Решила сначала вам показать номер. Вот так он выглядит небольшой. Конечно, знаете, серия ожиданий-реальность. На картинке была гораздо красивее. Ну да ладно, в принципе, нам переночевать одну ночь. Итак, две кровати, которые можно сдвинуть. Полотенца нам принесли. Вот такая красивая картина. Москва, Москва. Так, тут, значит, у нас коврик. Мы уже сняли кроссовочки, чемоданы, но еще не разбирали. Мой чемодан весь побитый. Смотрите, какой бедный мальчик. Он со мной столько ездил, а тут прямо его всего изранили. Петалагу. Вот, что еще у нас есть в номере. Ну вот, нам так принесли, я предполагаю, шампунь, гели для душа. Wi-Fi хорошо работает, я уже проверила. Плазма, лампа, если я захочу вечером поработать. Видите, как все. Ой, а нет, хотела сказать, живой цветок. Нет? Не живой. Завтрак у нас будет в 8 утра. Есть у нас холодильничек. Также в коридоре есть микроволновка, чайник и холодильник. Сказали, тоже можно там пользоваться, если у нас в этот холодильник что-то не влезет. Так что вот такой номер. В принципе, ничего обычного, ничего необычного, ничего особенного. Стандартный номер. Я, конечно, ожидала получше. Стоит он на сутки со скидкой 3,590. То есть, ну, недешево. Завтра у нас будет шикарный номер за 3 тысячи, по-моему. Вот. Так что посмотрим, какой будет он. Может, тоже такой же. Ну, в общем, на картинке этот выглядел более красивым. Ну, да ладно. Все, побежала мыться, собираться и... Мы сейчас сидим в торговом центре рядом с нашим отелем. Зашли в Бургер Кинг. В Опермакс весь взял, лонг чикен. У меня два цезы, ролла. Сейчас покушаем и куда-нибудь помчим. А мы сейчас идем в магазин НЛ-Стор в Москве. Ну, и также есть офис, где девочки работают, проводят встречи. Мы сейчас тоже немного поработаем. Вот там у нас находится магазин, здесь офис и здесь еще офис для встреч. Так все выглядит в Москве. Вечерея, а мы пришли еще в один магазин НЛ-Стор на Поклонной до 10 вечера. И давайте вместе с вами посмотрим, что же там внутри. Ну, тут прям все места для фотосессий. Что, давайте посмотрим, как уже выглядит магазин-офис. В этом офисе народу поменьше. Ну, смотрите, зато как красиво. И давайте еще посмотрим два офиса, которые здесь. Ну, вот такая, знаешь, что я не наделала. Ничего на карте. Просто вставала, что вставала, что вставала. В магазине также есть тестеры. Можно все посмотреть, потрогать, затестить, выбрать желаемый оттенок. Доброе утро. Нам принесли вот такой завтрак в постель. Чай, кофе, яйца, сыр, йогурты, блинчики с чем-то, сосиски, бананы, печенье. Ой, в общем, много-много всего. Ну, вот мы и заезжаем во второй отель. Отель Империя. Там у нас был номер Делюкс. Здесь будет люкс. Посмотрим. Итак, покажу вам номер. Ну, во-первых, конечно, как и в том номере, тапочки. Халат в том у нас не было. И смотрите, какой номер. Прям ми-ми-ми. Такая большая, красивая кровать. Не менее красивая люстра, шторы. Как мне тут все нравится. Тут, наверное, мини-бар или холодильник. Давайте сразу вместе посмотрим. Так. Короче, вот так как-то открывается. Нет, просто холодильник. Но нам тоже пригодится. Чай, кофе. Завтрак у нас включен. Так выглядит номер. Он небольшой, но такой уютный. И сейчас давайте посмотрим туалет в ванну. Так, где у нас тут свет? Макс, включи, пожалуйста. Значит, мыльно-рыльные принадлежности. Шампунчики, зеркало, полотенце. Такая душевая кабинка. Да, тоже все очень красивое. В общем, я очень довольна. Этот номер у нас 3300, я посчитала, вышел. А на следующий день, если вы снимаете, то он 4200. То есть очень выгодное предложение. И нам дали скидочку. То есть если мы поедем в следующий раз в Москву и будем напрямую им звонить, то, во-первых, будет дешевле, чем через букинг. А во-вторых, еще 10% на скидка. А мы снова в магазине. Вчера немножко закупились. И вот сегодня витамина взяли чуть больше, чем на 40 тысяч. Сейчас еще пойдем покупать. В офисе очень много народу. Тут в один из офиса, во втором тоже. Поэтому мы переселяемся в другой. Сейчас, наверное, тут спокойненько уже поработаем. Хотя как спокойненько. Тут тоже много народу. Просто гуляем по Москве. А тут знакомая машинка НЛ Интернет. Ой, смотрите. Еще один Мерседес. А мы снова пришли в офис. Только уже на поклонной. Марина сонная сидит, уставшая. Лена уже уехала домой. А мы гуляем по Москве. Сейчас решили пешком пройти 6 километров. Вот Москва-Сити уже. Скоро придем на Арбат гулять. А мы все еще гуляем, гуляем. Уже нашагали 8 километров. Смотрите, какая красота. Идем дальше. Вот так красиво тут. А мы гуляем, гуляем. Смотрите, как здесь красиво все. Марина уже ворчит, что готова залезти ко мне в рюкзак. Она не ожидала, что мы будем так долго гулять и так много ходить. Ну все, Марину мы проводили прямо до отеля. И решили зайти в ресторан «Жигулей». Спускаемся в метро. Ну что, дорогие мои, наконец-то мы уже дома. Точнее, в отеле. Отель «История». Ножки устали. Я приняла душ. Надела вот такой пушистый беленький халатик. Тут тапочки, кстати, тоже есть. Суши купили. Сейчас буду кушать у Макса чипсы. И еще у меня вот такое холодное темное пивко. Так что вечер обещает быть интересным. Первый час ночи. Думаете, я сплю? Угу. Сейчас. Посмотрите, сколько у меня заказов. В Вологду, в Череповец, в Сокол. Я и сейчас тут все это дело разбираю. Прекрасное доброе утро. Сейчас буду пить кофе с нашим батончиком. И смотрите, какой вид из окна. Волшебная золотая осень. Хотела уже сказать питерская. Нет, московская. Мы пришли на завтрак в отеле. Вот такие у нас вкусняшки. И до завтрака. Смотрите, какой у нас красивый отель. Картины. Люстры и коридоры. Мы уже заходим в зал. Сейчас будем искать свои места. Я приехала с отдыха. У меня какой-то невероятный жор. В общем, Макс мне сейчас купил шаурму. И буду еще пить пиво. Я вам уже говорила, что у меня второй или третий день дикий зажор. Но благо я не наберу лишний вес, так как я сейчас еще и гранулу ем. Это новинка. И девочки, без сахара. 100% натуральный продукт. Вот три пачки сожрала. Вот не побоюсь этого слова. Сожрала. Но это нереально вкусно. Вот такие кранчи. Значит, у нас есть с орехами. И вот это ягодные кранчи. Еще должны шоколадные появиться. С кусочками шоколада без сахара. Очень-очень жду. Вот такая коробочка стоит 170 рублей. Просто грех не попробовать. Оставлю ссылочку, где вы можете сами заказать и купить в своем городе. А у нас новая шаурма. Макс купил какую-то, не знаю, на улочке шаурму с мясом. А у меня курина из маленькой Азии. Смотрите, как красиво зацвела орхидея, пока я отдыхала. Правда, она еще должна зацвести, видите, бутончики. И могла бы еще, если бы не кот, который тут все делает, обгрыз. А я вам сейчас покажу правильное утро. Будет драйн-эффект, потому что я практически до утра монтировала влоги из Дубая и из Таиланда. Нужно выпить драйн и нанести на лицо вот такие пачки. Вообще, я обычно пью по одной витаминке. Но смотрите, что сделал Владик. Он тут все разбомбил, поэтому будет активная витаминизация сегодня. Такие витамины использую. Сейчас встреча. Будет рабочая. Уже много-много народу собралось. Но еще сейчас подойдут люди. Вечер. Я сейчас из такой турецкой чашечки буду пить чай из Таиланда. Это у нас успокаивающий лемонграсс. Вот так вот наливаем. И сейчас закроем крышечкой, чтобы все тщательно заварилось. Я так обожаю, когда мы с Максом кушаем в машине всякую вкусноту. И вот только собрались тут пожрать, и там в соседней машине тоже жрут. Придется кушать дома.